Противостояние сильнейших ягцменов страны будет проходить в ближайшие выходные в самом центре Сочи. Гоночная деревня расположилась над центральной набережной напротив фестивального. Сегодня здесь состоялась торжественная церемония открытия сезона Национальной парусной лиги. Организаторы отмечают, соревнования становятся все масштабнее, причем настолько, что принять всех желающих возможности нет. Количество сильнейших экипажей в этом году – 27. География участников – от Владивостока до Калининграда. В полном составе и уральская команда «Повелитель паруса Азия» – лидеры прошлого года. Мы в том году победили абсолютный зачет лиги и мы попали на Нордстрим. Мы будем представлять Россию на регате. Мы стартуем из Киля, из Германии в Копенгаген, Данию, из Копенгагена в Стокгольм, из Стокгольма в Хельсинка, из Хельсинка в Петербург. Будем стараться максимально хорошо выступить, как раз уже на международной арене. Гонки на Черном море яхтсмены оценивают неоднозначно. Здесь все спорно и на этих волнах главное – внимание, говорят повелители паруса. Место интересное, действительно ветер тоже такой нестабильный, очень интересный, его не видно. Рядом горы сейчас покажут этап, на что мы натренировались. Национальный праздник парусного спорта будет двухнедельный, опять-таки из-за количества участников и насыщенной программы. После высшей лиги в Черное море выйдут команды премьер-лиги. Их 18-ти, и они также прибыли в Сочи со всей России. Сезон мы всегда начинаем именно в этом месте, и мы очень довольны тем, как нас и город принимает. Мы его любим. Мало того, мы зимой не расстаемся, потому что мы проводим зимой зимнюю серию радио Монте-Карло в Сочи. И огромное количество гонщиков со всей страны приезжают сюда зимой гоняться. Поэтому нам очень хотелось бы, чтобы как можно больше команд из Сочи участвовало, и как можно больше болельщиков, жителей Сочи болело за своей командой. С целью популяризации парусного спорта Федерация на этот раз подготовила и детскую программу. Здесь же, на Приморской набережной, юные зрители примут участие в мастер-классах, проведут для них и соревнования на воде. Одним словом, Федерация готовится учредить Национальную детскую парусную лигу. Финал же взрослой Национальной парусной лиги на этот раз состоится в Севастополе.